Утро понедельника для жителя дома Погорького едва не стало трагическим. В 9.40 строение горело открытым пламенем. На номер 112 позвонила прохожая. На место выехало шесть пожарных расчетов. Было установлено, что данный пожар произошел по причине нарушения правил эксплуатации теплогенерирующих устройств, а конкретно отопительного котла. На этом пожаре никто не пострадал. Спасателям удалось уберечь дом и соседнее здание. Огонь повредил лишь кровлю и перекрытие. А в ЧП на районе, которое произошло сутками позже, все закончилось трагически. Около трех часов ночи в деревне Слобода полыхал жилой дом. Об этом сообщили соседи и через три минуты уже на месте работали спасатели. Значит, по факту, когда приехали первые подразделения, наблюдалось открытое горение дома как внутри, так и снаружи. Из-за плотного задымления высокой температуры был затруднен поиск пострадавших. Хотя, по первоначальной информации, было известно, что в доме может находиться человек. Чуть позже труп мужчины обнаружили в одной из комнат. По предварительной информации, это хозяин дома. Пожар уничтожил и строение. Сегодня в числе официальных сразу три версии возникновения пожара. Неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил эксплуатации печей или электрооборудования. По факту, проводится проверка. К слову, в городе и районе за год это уже 124-й АЧП и 12-й погибший. Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.